В Наринмаре появился план развития территории, учитывающий размещение объектов капитального строительства. Документация разработана омской компанией Art Geonica. В проекте, кроме строительства социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, предусмотрена непрерывная система озеленения проектируемой территории. От озеленения улиц и территорий общего пользования до обустройства буферной зон, зеленых насаждений вдоль автодорог. Все это перспективы будущего, однако территории под застройку начинают формировать уже сегодня. Где в Наринмаре будут построены, к примеру, жилые массивы, представители департамента строительства и городской мэрии рассказали депутатам регионального парламента в ходе рабочей поездки. В недалеком будущем на пустующих территориях за улицей Меньшикова будут построены жилые дома. Согласно плану, здесь начнется зона многоэтажной жилищной застройки, которая со временем, по мере обветшания существующего жилого фонда, распространится до улиц Ленина и Рыбников. Сегодня планом предусмотрено строительство только жилых домов, транспортной и инженерной инфраструктуры. Законодатели регионального парламента, в свою очередь, заметили – застройка должна быть комплексной. Если мы говорим о комплексной застройке, это комплексная застройка, которая предполагает создание, в том числе, инфраструктуры. Ну так или нет? Все. И дорога в том числе. Это самое главное будет. И сейчас мы не будем повторяться, какие элементы она должна включать. Вы говорите, школы нет, садик не знаю, значит, автостоянка не планируется. Еще раз говорю, дорога, значит, надо подумать. Не могут быть только чисто дома. Понимаете ли, когда действительно нет торговых площадей, еще что-то. Но давайте, когда мы говорим комплексно, она это дело предполагает. Поэтому, наверное, вопросы эти все-таки надо понимать и нам надо на публичных службах их услышать. Парковки, детские площадки, торговые точки – все, что необходимо человеку для комфортного проживания, должно быть в новом микрорайоне. И решать эти вопросы необходимо на стадии планирования застройки территории, уверены депутаты. Еще один участок, который запланирован под жилищную застройку – бывшая территория ОПХ – околоаграрно-экономического техникума. И сколько здесь домов планируется? Пока, насколько я помню, два. То есть два небольших домов многоквартирных. Потому что здесь много, это не разместишь. Этажность тоже, пока не определились точно с этажностью, но невысокая этажность. До трех, малоэтажная. Индивидуальная жилая застройка запланирована в микрорайоне Старый аэропорт. Территория порядка 80 гектар позволит обеспечить участками около 200 многодетных семей. Сегодня вопрос подготовки этих участков на особом контроле главы региона. Что касается многоэтажной жилой застройки города, пока этот вопрос остается открытым. Речь идет лишь о территориях, на которых начнется строительство. Временные рамки у нас определяет генеральный план. То есть у нас есть объекты, которые идут на первоочередные, есть объекты, которые на расчетный срок. Расчетный срок у генерального плана примерно 20 лет. 25 лет сейчас. Мы в эти рамки все и будем пытаемся уложиться. Все зависит, конечно, то есть есть объекты регионального значения, которые строятся за бюджетные средства. Округа есть местного значения, которые за местные бюджеты строятся. Но в основном это все касается, конечно, частных застройщиков, которые строят свой счет. Каким будет наш город через несколько лет? Как будут использоваться его территории? Что и где будет построено? Все эти вопросы обсудят на публичных слушаниях. Они пройдут 14 октября в 14 часов в КДЦ «Арктика». Валентина Чебичек, Ирина Цепитова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Валентина Чебичек, Ирина Цепитова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Ирина Цепитова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».